Здравствуйте! В эфире программа «Слово художника» и сегодня у нас в гостях известный режиссер Олег Погодин. Здравствуйте! Можно через кино отформировать ценности? И нужно ли? И должен же человек, допустим, обладающий православным миросозерцанием этим заниматься? Как ставить такие задачи? Вот эти задачи затачивать творчество на свое творчество. Я думаю, кино может влиять только на подрастающее поколение. Здесь оно вполне, как всякое искусство, может или не искусство, неважно. Здесь кино абсолютно точно формирует точку зрения, формирует вкус, формирует сознание, формирует какую-то человеческую базу. Оно участвует в этом. Оно может быть не главный кирпич в этом здании, но оно закладывает какие-то основы. Потому что когда говорят, что искусство… Оскар Уальд сказал, что искусство безответственно, да, когда-то. Ну, сам-то Уальд небезответственные вещи писал. Портрет Дариана Грея далеко небезответственная вещь. Но он часто говорил парадоксами, и эти парадоксы просто неправильно истолкованы. Это никакая небезответственная вещь. Ответственность искусства несет только перед молодым подрастающим поколением. Взрослые дяди и тети обращаются к искусству совершенно по другим поводам и причинам. Собственно, все обращаются только из одного – развлечься. Человек убивает свое время, когда он, ну, или, так сказать, желает получить какую-то эмоциональную инъекцию от искусства. Да, встряхнуться, там, поплакать, посмеяться, отдохнуть. Говорят, хороший фильм, отдыхающий, там, или тяжелый фильм. Весь фильм плакал, там, ой, не хочу, испортил себе настроение. То есть, видите, значит, связь-то есть. Когда человек такие вещи говорит, получается, что искусство далеко не бесполезная штука. Она вот наносит какой-то удар, или, так сказать, гладит, или утешает. Вот о Генри, великий утешитель называли, да? Значит, почему? Потому что рассказы были веселые и грустные одновременно, и они давали людям надежду. В конце каждого рассказа мы понимали, что да, вот, все будет хорошо. Он это очень парадоксально, остроумно выворачивал все время, все свои сюжеты. Да, так поэтому искусство, конечно же, влияет на… А на взрослых дядь и тетях, как оно влияет? Оно, в первую очередь, эстетически к себе привлекает. Потому что люди часто себе не отдают отчет, из-за чего они что смотрят. Вот успех, скажем, особенности национальной охоты, помните, да? Это фильм, который вполне удовлетворяет эстетическим вкусам масс, так называли. Моим вкусом он не удовлетворяет. Мне неинтересно смотреть фильм, в котором, пусть даже остроумно, пьют водку в течение полутора часов, а какие-то странные люди, похожие на заблудших маргиналов. Мне совершенно неинтересно. Мне неинтересно, даже если это, так сказать, носит такую вот блестящую, остроумную анекдотическую форму. Потому что ничего блестящего я там не вижу. Но народ-то отреагировал. Народ сказал замечательно, проголосовал рублем, смотрел, это был хит проката. Вот удовлетворяет же их эстетическим вкусом и нужным. Пожалуйста. Взрослый человек ищет в искусстве только одного. Либо подтверждение своим мыслям, либо какой-то поддержки, утешения, либо просто развлечения. А уж молодежь, тут с этим надо осторожнее. Они смотрят и действительно чему-то учатся. Я считаю, что, например, мои взгляды юношеские в свое время были сформированы просто пятью или шестью писателями, которых я тогда очень активно читал в самый такой сложный свой переходный период. И так же моя эстетическая база сложилась тогда. Она претерпела за это время, конечно, большие там метаморфозы, изменения. Потому что мы же меняемся, растем, живем, старимся и так далее. Думаем уже о других вещах, а не о том, как там стать популярным режиссером. Никому это не надо уже. Поэтому, конечно, я считаю, что искусство ответственно в первую очередь перед подрастающим поколением. Какая-то, например, связь тогда искусства направлена в первую очередь на эмоции? Это такая сфера развлечения, пробуждения эмоций. А откуда тогда премия Академии ФСБ? Не Академия, а премия ФСБ. Премия ФСБ, да. Почему премия ФСБ за какой-то у вас жанр, за определенный фильм? Там все просто на самом деле. Я когда картину начал снимать, криксовый, за который получил премию ФСБ, 1957 год, время действия, главный герой, сотрудник комитета госбезопасности, он приезжает в город для того, чтобы расследовать одно дело. В общем, неважно, я сказал себе, мне надоело видеть образ кровавой губни на экране. То есть, как только включаешь телевизор, или как только открываешь какую-нибудь книжку сразу, идет дядя Яша из АБВГД, со злыми намерениями, для того, чтобы закатать под гудрон, под ковер, нашего несчастного советского гражданина, как правило, интеллигента. Интеллигенты у нас всегда все, они у нас самая несчастная прослойка вообще в этом мире, это наш интеллигент, особенно творческий. Мы все такие несчастные, особенно в кино. Все у нас плохо, да. И дядя Яша из АБВГД, это такое злое зло. Он приходит и начинается. У меня уже просто чисто эстетически сам факт появления подобного персонажа уже отвращал, честно скажу. Я сказал всей группе сразу, ребята, у нас не будет КГБшника в привычном КГБшном понимании нашего интеллигентского ума творческого. Надо сделать человека. Неинтересно мне смотреть на человека, который будет ходить и портить людям кровь в этом сценарии. Собственно, он таким и не был написан, но я немножко расширил его вселенную. Я ему добавил рефлексий там каких-то, я ему добавил каких-то какой-то такой человечности, теплоты. Сережа Пускипалец потрясающе это сыграл в паре с Андреем Мерзликиным. Мерзликин милиционера играл Пускипалец как раз комитетчика. Вот. И именно поэтому, наверное, была реакция ФСБ. За образ. За образ, за характер, потому что там впервые, может быть, за всю вот эту вот длинную, длинную, вот эту вот постсоветскую эпоху, которая началась не сегодня, а где-то в конце 80-х, когда началась перестройка, закрома открыли, выяснилось, что ужас, не ужас, ужас, а просто кошмар, кошмар, что творилось. Значит, вот за эти долгие-долгие годы это первый образ вменяемого человечного комитетчика, который был показан на экране. Поэтому они до сих пор картину любят, относятся к ней с уважением. А реалистичен ли этот образ? Ситуация такая, вот это вопрос отношения, вообще, а реалистично ли вообще искусство, я хочу спросить. Вот, что это, для меня это вообще до сих пор вопрос открытый. Это как художник что сделает? Я так скажу, искусство может быть достоверным, да, то есть, когда, что такое достоверность для меня? Это момент возникновения доверия к тому, что ты видишь на экране. Вот мальчик с пальчик идет со своими братьями по лесу, значит, мы же за него переживаем, и в этот момент, когда мы начинаем за него переживать, это становится достоверным. Но перестает ли от этого сказка быть сказкой? Нет, конечно, не перестает, она нереалистична, но она достоверна. Значит, достоверен ли Сергей Пускипалис, когда он играет такую роль в фильме? Он абсолютно достоверен, потому что он самодостаточная эстетическая производная от этого произведения. Он самодостаточная эстетическая единица, он движется, и он уже влияет на вас не реализмом, да, а достоверностью своего образа. Он влияет собой, своим обаянием, все, поэтому, значит, если, так сказать, зрители на это отреагировали, главное, я отреагировал, я на него смотрел и говорю, все, я тебе верю, движемся дальше, и все. Ну и потом, я же не хотел, собственно говоря, сделать картину, которая бы заканчивалась бы таким выводом. «Да, в жизни так и есть». Я вот слышал в свое время, у меня есть родственник, который, я помню, в детстве смотрели фильм, смотрим, какая-то унылая чушь, безумная скука. Еще и бездарная, по-моему, я не буду говорить, сейчас недавно случайно нарвался на этот фильм в интернете, скачал, посмотрел, он встал и сказал тогда, да, в жизни так и есть. Это худшее определение искусства, которое может дать зритель и вообще потребитель искусства встать и сказать, в жизни так и есть. Если ты хочешь, как в жизни, подойди к окну и смотри в окно. Не надо смотреть на экран, не надо ничего, в окно смотри. Вот там в жизни, там, товарищ зритель. Смотри новости. Господин, господин зритель, иди, новости смотри, иди, там, как в жизни. А у нас здесь не как в жизни, у нас здесь как в жизни, плюс еще что-то. Потому что искусство – это то, что ты видишь, плюс еще что-то. Но искусство способно жизнь менять в силу этой особенности? Нет, к сожалению, не способно. Искусство не способно, и слава Богу, что оно не способно менять жизнь, отец Игорь. Потому что если бы искусство способно было менять жизнь, здесь бы боже знает, что творилось на этой земле. Потому что не всякое искусство несет добро в себе, не всякое искусство, ну как бы сказать, гармонично. Иногда фильм обладает разрушительной силой ядерной бомбы. Просто, к счастью, эта бомба заключена в рамку экрана, и она не может вырваться оттуда и разрушить все на своем пути. Я, например, разрушительную силу картины Ларса фон Триера оцениваю, ну я не знаю, по 100-бальной шкале, по 1000-бальной. Все его фильмы? Ну не все, не все. К меланхолии я чуть так теплее, а ко многим его картинам там очень мощный разрушительный заряд в этих картинах. Очень мощный. Поэтому, слава Богу, что искусство не может менять жизнь, что оно является вещью в себе. Оно может человека менять, человек уже может менять жизнь. Но я еще раз говорю, только человека молодого. Потому что меня искусство уже поменять не может. Я могу что-то изменить в своем искусстве, что-то там поправить или наоборот испортить. А меня уже искусство как может? Мне 50 лет, 51 уже будет. Какие там изменения уже. Все, что могло искусство мне дать, оно мне дало. Я теперь только открываю Анну Каренину и получаю удовольствие от чтения Анны Каренины. Я удовольствие получаю от контакта с определенными произведениями. И если произведение мне в свое время не послало вот этот сигнал счастья и удовольствия какого-то от общения с текстом или от общения с экраном, я к нему не вернусь. Мне очень важно получить этот сигнал. Тогда с годами я буду к этому возвращаться. Поэтому искусство часто бывает даже, так сказать, нравоучительным и очень полезным с виду. Но если там нет правильного эстетического сигнала, я к нему возвращаться не буду. Я к Достоевскому сейчас вернулся, стал читать «Идиота» и понял, что я это не могу читать. Не потому что это моя проблема, это не проблема Достоевского, все понятно. Но не совпадают. Сигнал от Достоевского не проходит. Все разговоры о Боге у Федора Михайловича, мне кажется, сущей риторикой, которая не поддержана внутренним миром его персонажей. Ему просто, когда очень важно и когда очень нужно привести персонажа к Богу, он это делает путем нехитрых манипуляций. Он просто его толкает в спину и говорит «Иди, вот там свет». А из художественной ткани произведения, мне кажется, не всегда это вытекает. Это несколько так привнесенно, это его богобоязнь, она его к этому толкала, скорее всего. Я так полагаю, что тяжелая же ведь судьба была. Каторга там, казнь это ложная, все это все, эпилепсия. То есть, собственно говоря, он понимал, что нужно спасаться, но всегда рисовал среду людей, которые, ну уже там хуже некуда, там уже падать дальше некуда. Как вы относитесь к цензуре? Нужна ли цензура в кинопрокате, чтобы, опять же, вы же говорили, что кино, оно формирует умы молодых, их патриотизм, их взгляды на жизнь и мировоззрение? Нужна ли здесь такая, как в советское время, определенная цензура, чтобы именно формировать какие-то положительные ценности? Или это опасно? Или молодой зритель должен иметь выбор? Как вы считаете? Ну, я бы так сказал. Мы же в России все-таки находимся, да? Тут только начни и понесется. Вот если кто-то что-то запретит, и если кому-то, не дай бог, это еще на законодательном уровне удастся сделать, без разбору начнут все запрещать. Я... Мы же проходили это уже в советское время. Но в советское время было очень много умных людей, разбавленных идиотами. Значит, и когда комитеты всякие эти вот по пущанию и не пущанию собирались, там на 10 идиотов было 4 умных. И они, как правило, разбавляя эту группу людей, скорузлых и, в общем, довольно упертых на запрещаниях, они, в общем, как-то продавливали. И до нас доходили, ну, лучшие образцы мировой культуры до нас, я считаю, доходили. И, в общем, на мы... Не ущербные были люди. В Советском Союзе, в общем, мы все читали. Я помню, так сказать, Шекли я прочитал, Роберта Шекли, фантаста в свое время. Потом, когда началась перестройка, я всегда думаю, ну, когда еще переведут? Еще переведут? Еще перевели. Да, еще там полсотни блестящих рассказов его я прочел. Вот. Но, собственно говоря, все остальное, это был уже самоповтор, там, мусор. То есть, каким-то образом, ну, умные люди даже умудрялись отфильтровывать тогда лучшее и как-то давать это все. Но я против того, чтобы была официальная цензура. По той причине, что начнется Крошилова, и это Крошилова не остановится, и будет запрещено очень многое. Другое дело. Есть вещи, которые общество, а наше общество довольно консервативно. Несмотря на то, что у нас есть интернет, и, в общем, уже некая даже свобода нравов завелась такая. Я все-таки хочу сказать, что Бог к России милосерден, и, значит, божьими молитвами общество очень консервативное. И это меня очень радует в нашем российском обществе, потому что такого типа консерватизм, он осуществляет сам цензуру. Нам цензура не нужна, я еще раз говорю. Мы сами себя цензурируем. Если что-то, пожалуйста, история спусерает. Они вышли там, ну сколько, ну шума было много там, понятно, поступок хулиганский, понятно, что там вандализм. Все понятно. Для всех нормальных людей понятно, кто эти девочки. Все это все поняли. В общем, по-хорошему, ну, был бы закон уголовный, и в законе такое наказание, как порка, например, бы была. Ну, я думаю, а вот жалко, нету сейчас порки. Вот их надо было вывезти, просто выпарать там, и все, и отпустить с миром. Пусть бы все шли. Или оскорбление личности было бы публично. Понятно. В процессе порки это недопустимо. Ну, да, но у нас такое общество, мы бы сказали. У нас такая страна. Вот порк, вот разве что, у нас законодательная порка разрешена. Цензуры нет, а пороть можем. Вот. Прекрасная штука, мне кажется. Зачем нам цензура? Общество не против. Все люди нормальные, с кем я разговаривал, они говорили, да, вот выпарать и отправить, да. Но не в тюрьму же их сажать. А тюрьма это уже цензура. Вот. Ну, они понесли там свое наказание, я просто сейчас не буду повторять историю, все это знают. Стали популярны. Раздули себе свое-то, свой имидж. Правда, слава богу, этот имидж уже все, забыли уже, кто это и что это, да. Что, опять же, говорит о консерватизме общества. Вот. Потому что никакая, никакие вбросы информационные не способны у нас подобных людей сделать сверхпопулярными. У нас бывает в народе такое, поаплодировать иногда людям, которые вышли и сделали какую-то глупость. Вот типа, вот молодец, смелый там, да. Но потом это быстро забывается и потом смелого назовут дураком. Поэтому я за наш народ спокоен. У него есть какая-то правильная, здоровая нота внутри. Спасибо за разговор, Олег Георгиевич. Вам желаем творческих успехов. Спасибо. Зрители видят, что мы не пытались придерживаться какой-то строгой конвы, какого-то прокрустного ложа. Просто сидели и разговаривали о том, что нам интересно. Я думаю, что мы сможем с вами еще раз встретиться. Приглашайте людей, с которыми вы работаете. Может быть, актеров. Православной аудитории это интересно. Безусловно, всегда есть неоднозначные, самые разные оценки актерского мастерства. И кино это было, есть и будет всегда. Но наша задача высказываться и подтверждать это, что, в принципе, все мы личности, имеем каждый свой взгляд на все явления в этом мире, в том числе и на кино. Но этим жизнь, наверное, и прекрасна. Спасибо за внимание. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Игорь Негода Продолжение следует...